Доброе утро, уважаемые трейдеры! Приветствую вас на предпоследней торговой сессии этой недели. Снова мы на рынках и, как и всегда, разбираем события минувшего торгового дня, чтобы оставаться на одной ноте, скажем так, с финансовыми площадками, прекрасно разбираться в фундаменте и в том, какие же триггеры и фундаментальные события являются сейчас определяющими для основных ключевых инструментов и самых интересных движений не только валютного рынка. Сегодня, друзья, мы поговорим об итогах заседания Федрезеровой, о том, что же сказал Джером Пау. Я думаю, что вы уже прекрасно осведомлены и в курсе той динамики, которую показал доллар. В целом, американская валюта столкнулась с серьезными, пусть и не агрессивными, но все-таки довольно интересными и неплохими распродажами. Это то, что нам было нужно, потому что иного и не было дано с учетом того новостного фона, который сложился на площадках и создал условия для вот этого снижения курса американской валюты. За долларом, друзья, мы продолжаем следить и будем это делать постоянно, потому что после вчерашних заявлений представителей американского регулятора, после сопроводительных заявлений, отдельных комментариев, мне стало еще яснее, скажем, я абсолютно уверен в том, что позиция Федрезерова не то, чтобы не изменится, она потенциально может стать даже более мягкой. Это нам нужно, потому что доллар в связи с этим будет испытывать еще больше давления. Надеюсь, друзья, то, что вы смогли заработать на нисходящей динамике доллара. Я предупреждал то, что американец это потенциальный аутсайдер. Нужно быть в курсе тех событий, которые происходят, потому что пусть не сразу, но в итоге мы получаем тот фундамент, который является абсолютно, наверное, обоснованным и уместным с учетом текущей экономической конъюнктуры. О Федрезерве мы, безусловно, поговорим. Давайте по содержанию экономического календаря. Сегодня у нас суперчетверг, часто называют этот день так, поскольку суперчетверг для фунта. В этот день выйдет очень много британской статистики, розничные продажи, пройдет голосование по процентным ставкам, по объему выкупа активов, сопроводительные заявления, пересмотр прогнозов по экономическому росту инфляции, выйдут протоколы, в общем, все за один день. Поэтому мы будем внимательно следить сегодня за тем, что произойдет с британской валютой. Хотя сейчас, когда переключимся на фунт, я вам еще раз объясню, почему лично я британца продаю. И сегодня у нас еще больше сигналов действует только так, не только с оглядкой на ситуацию вокруг Брекзита, но и с учетом вчерашних данных по инфляции, указавших на то, что все-таки с потребительской активностью на внутреннем рынке Англии все не так хорошо, как могло бы кому-то показаться. Помимо британской статистики, сегодня мы анализируем данные по рынку труда США, заявки на пособие по безработице, но это так для, скажем, общего развития, представления о том, прогрессирует ли сектор рынка труда США из недели в неделю, хотя уже давно пришли к выводу, что прогрессирует, и вопросов к этому, к этой составляющей американской экономики практически нет. И 18.00 уровень доверия потребителей еврозоны, вот это важный релиз, потому что нам сейчас с учетом даже уже состоявшегося роста курса евро, на фоне слабости доллара, нужны дополнительные сигналы о том, что очень скоро в игру снова вступит европейский центральный банк и снова даст намека на важное сохранение мягкой экономической политики. Почему я настаиваю на то, что евро будет аутсайдером? Потому что вы должны, друзья, понимать, чем выше забирается курс европейской валюты, тем сложнее, еще более сложнее европейскому центральному банку достигать определенных целей по инфляционным ожиданиям, курс должен быть ниже. Поэтому на рынке периодически возникает фосмажор, естественной такой корреляционной связи, когда евро растет на фоне слабости доллара, но между, к примеру, если сравнивать доллар-иены и евро-доллар, между этими инструментами не такая уж и сильная корреляция. И зачастую возникают ситуации, когда на курсе валют, в данном случае на евро, влияет не то, что происходит с долларом, а непосредственно фундаментальный фон национального происхождения. Поэтому мы не раз убеждались в том, что евро может очень лихо и быстро терять наравне с потерями, например, американского доллара. То есть здесь нужно смотреть на несколько шагов вперед и понимать, друзья, то, что фон, который складывается вокруг еврозоны, он по-прежнему указывает на то, что евро, возможно, еще больше аутсайдер, чем та же самая американская валюта. Имейте это в виду. Ну а теперь давайте по основным инструментам. Начнем мы с нефтянки, которая также нас радует. 68.33 – это сейчас уровни, которые мы видим. До цели уже фактически рукой подать. Цель на отметке 70 долларов за баррель. Не хочу накаркать снова. Вот каждый раз, когда я делаю амбициозные, агрессивные прогнозы, все происходит совершенно иначе. Поэтому я просто предположу, что у нас есть шансы стать еще ближе к 70. Уже до конца этой недели. Все-таки две полноценные торговые сессии у нас еще впереди. И будет очень много шансов, друзья, коснуться этого ориентира уже на неделе следующей. То, что на рынке достаточно факторов локальной поддержки, я об этом вам очень много раз уже говорил. И действительно, доклады от Администрации энергетической информации, от ОПЕК, от Международного энергетического агентства, статистика по количеству нефтяных терминалов в США. Мы это все развивали. Тот фонд, который складывается вокруг будущего и все еще потенциального соглашения между США и Китаем. Если немного повертеть этой темой, то, с одной стороны, можно найти позитив, который способствует надеждам на оздоровление мировой экономики и, соответственно, потенциально может подстегивать спрос на углеводороды. Но, с другой стороны, если повернуть этот фонд иначе и задействовать другие аргументы, в этом можно найти и негативный фактор. Но к негативу мы еще вернемся, друзья. Мы пока работаем с более приземленным, краткосрочным фундаментом. И он, ну, как минимум, явно указывает на то, что у покупателей, которые действуют на этом рынке давно, есть серьезные намерения добраться до сопротивления 70 долларов за баррель. И эту цель мы с вами сделаем. Большое спасибо вчерашним отчетам от Минэнерго, скажем так, США, по-другому, администрации энергетической информации, за статистику по запасам, потому что она снова поддержала интерес к нефтянке. Довольно неплохо, даже внушительно. Запасы снизились на 9,59 миллиона, в то время как, по прогнозу, ожидалось, что запасы даже не снизятся, а вырастут на 1,75 миллиона. Если мне не изменяет память, друзья, то последний раз такие цифры по снижению запасов мы видели аж в начале 2018 года. Запасы бензина также снизились. В целом этой статистики было достаточно, чтобы нейтрализовать эффект от очередного релиза. По росту в целом совокупного производства нефти в Штатах на 100 тысяч мы снова вернулись к рекордным показателям. 12,1 миллион, которые были нам знакомы еще по статистике начала 2019 года. Но пока что участники рынка больше делают акцент на запасы. Как я и обещал, друзья, что после завершения сезона технического обслуживания крупнейших НПЗ мы наконец-таки с вами вступили в период еженедельной статистики по снижению запасов. Это новая тенденция. Она будет поддерживать нас сейчас. Поэтому по этой причине я уверен, что вот эта цель 70 долларов за баррель она будет достигнута не когда-то там через месяц, а в самое короткое, в ближайшее время. Евро против доллара 1.1421 выросли мы, я уже отметил, на слабости доллара. При этом я продолжаю искать на рынке для вас аргументы, указывающие на то, что долгосрочно по этому инструменту инструменту нужно искать уровни для продаж. В принципе, лично я продаю евро давно. Я ориентируюсь на цели, которые, надеюсь, вам известны, друзья, это отметка 1.10-1.11. Вчера еще до оглашения решения по процентной ставке вышли данные по индексу цен производителей. Германии минус на целых 1.10% с прошлого роста на 0.4%. Минус это свидетельство того, что инфляция в Германии, которая отражает, спрос на внутреннем рынке снижается. Это все будет усугублять без того очевидные проблемы с этим направлением немецкой экономики, ведущего локомотива валютного блока. Это аукнется непосредственно на слабых данных по еврозоне и т.д. и т.п., скажем так. Все это, в конце концов, с какой бы мы стороны ни зашли, будет все равно упираться в новые заявления от Европейского Центрального Банка о важности сохранения мягкой экономической политики. Но я не собираюсь, друзья, вас убеждать в том, что евро нужно обязательно продавать. Моя задача – обрисовать вам фундаментальный фон в отношении этого инструмента. И, надеюсь, кто-то из вас согласится с тем, что реальность такова, что евро пока что пользуется идеей слабого доллара, но это не вечная тема для этого инструмента. И настроения очень быстро могут измениться. Потом же европейская валюта – это не такой уж и волатильный инструмент. То есть, да, мы выросли вчера на фигуру, но ничего не стоит, опять же, этому инструменту столько же откатить уже в обратную сторону. Новозеландец против доллара, друзья, 0.6916. Здесь предлагаю сделку с селлимин с отметки 0.6940. Вопреки ожиданиям того, что должны были выйти хорошие данные по экономическому росту, я готовил вас к тому, что, скорее всего, статистика разочарует. В Австралии мы видели очень похожую ситуацию. И действительно, мой расчет оказался уверен. Годовые показатели снизились примерно на таком же уровне и в таких же пропорциях, как и по ОВП Австралии. Из 2,6 до 2,3%. Австралийцы в новозеландии вчера также прибавили. Но это не из-за улучшения национального фундамента. Опять же, из-за того, что произошло в моменте с долларом. Не нужно переоценивать шансы этих активов на сохранение восстановительной тенденции. Поэтому я призываю по Новозеландцу, опять же, если вы еще не открывали позиции, сделать это. Сейчас очень хороший уровень, точнее, он будет очень скоро достигнут. По австралийцу, в принципе, то же самое. Сейчас котировки 0,7142. Буквально несколько часов назад вышли данные по рынку труда Австралии. Напоминаю, друзья, то, что на прошлой неделе, точнее, даже на этой неделе, у нас был сигнал от резервного банка Австралии, что для национальной экономики имеет очень большое значение то, что происходит на рынке труда. Так вот, по последним данным, которые вышли, я делаю вывод о том, что рынок труда Австралии находится в удручающем состоянии. Занятость всего лишь 4-6 тысячи, фактически новых рабочих мест с прошлого показателя в 40 тысяч, то есть в 10 раз хуже. Кто-то скажет, как же ситуация плохая, а ведь уровень безработицы снизился, а это, несомненный позитив. Но здесь не находите сами, что есть определенный диссонанс, темпы прирост новых рабочих мест очень скромные, при этом безработицы снижаются. Все дело в том, друзья, что параллельно снизилась доля экономически активного населения. И в снижении уровня безработицы здесь нет никакого прогресса. Это просто простая математика, которая была сведена вот к этому показателю 4,9% с учетом снижения доли экономически активного населения. Рынок труда остается слабым, поэтому Резервный банк Австралии будет не то, чтобы сохранять мягкую экономическую политику, но я уверен, что при определенной ситуации и неблагоприятном развитии событий в Китае снова намекнет нам на возможность еще одного снижения процентной ставки. Поэтому цель 0,70 выдерживается. Доллар иена 110,41, на пороге мы тестов поддержки 110. Уверен, этот уровень пойдет, как и было обещано не только с моей стороны, но и со стороны ряда инвестбанков, да и вообще людей, которые, наверное, адекватно оценили то, что на рынке сейчас, на рынке доллара происходит. День был насыщен в плане заявлений в целом педрезервы и отдельных комментариев от Джерома Пауэлла. Я не буду сейчас растекаться по древу, друзья, что там сказали, какие из этого вывода можно сделать. Я вот выбрал тезисы для вас, которые, на мой взгляд, самые интересные. Во-первых, ставки, как и было, ожидаемо, рынком остались без изменений. Прогноз экономического роста, как я и подмечал для вас, друзья, был снижен на 2019 год, ну, даже не на 0,1%, а на 0,2% с 2,3% до 2,1%. На 2020 год также снижен с 2,1% до 1,9%. Уровень безработицы в 2019 году, скорее всего, повысится на 0,2% с 3,5% до 3,7%. Инфляция будет оставаться подавленной и не будет претендовать на уверенный рост выше, чуть выше целевого диапазона американского регулятора. Также ФРС отметил, что индикаторы, которые оценивают потребительскую активность и объем инвестиций, сигнализируют о том, что эти два направления ждет в ближайшее время серьезный спад. Да и хотя по роничным продажам и без того уже могли не раз убедиться, судя по последним отчетам, что розница действительно оставляет желать лучшего. В этом году, друзья, это, пожалуй, самое интересное, ставки не будут повышены. В 2020 году ФРС претендует только лишь на одно повышение процентной ставки и, скорее всего, на этом цикл ужесточения денежной кредитной политики будет и вовсе завершен. Как только эти заявления прогремели, американские облигации обвалились до 2,5% и это серьезный сигнал того, что 2019 год для доллара будет проходить в медвежьих тонах. Целый лимит, друзья, сделка по доллару и иену с отметкой 110.60. В целом американцы продаем и настаиваем на том, чтобы он закрепился ниже уровня 110. Фунт против доллара 1.3204. Мы, кстати, по-британцу вчера все-таки закрыли день на отрицательной территории, откатили это хорошо, фунт остается аутсайдером. В частности, вчера вышли данные по базовой инфляции, которая снизилась с 1,9 до 1,8%. Базовая инфляция отражает, опять же, состояние внутреннего спроса, поэтому сегодня я не жду хороших данных по роничным продажам. Я вообще считаю, что с точки зрения статистики мы сегодня получим еще одно доказательство того, что не видать Банку Англии повышение процентной ставки как своих ушей. И самое интересное, друзья, вчера Джанет Ерин отправила официальный запрос президенту Евросовета Дональду Туску о продлении официального выхода Англии с 29 марта на 30 июня. И тут же ее фактически обвинили в так называемой измене перед домохозяйствами, перед британцами, которые сколько времени лет назад проголосовали за выход Англии из состава Европейского союза, однако до сих пор не получили этого и до сих пор продолжают сталкиваться с каким-то вечным политическим тупиком. Ответа пока официального не последовало, но я хочу сразу сказать, друзья, то, что в принципе есть два сценария. Терезы, запрос Терезы Мэйхи не удовлетворят, то есть она просит об отсрочке официального выхода до 30 июня, то есть она намеревается пережить парламентские выборы. Возможно, надеется, что после того, как эти выборы пройдут, что-то изменится, опять же, и на стороне Европейского союза, и, может быть, и будет более податливым, чтобы внести определенные изменения в текущее соглашение, чтобы она смогла протащить его уже в Палате общин. Но сейчас отдельные звучащие комментарии указывают на то, что если и разрешат Терезе Мэй отложить срок официального выхода из состава ЕС, то не до 30 июня, как она настаивает, а до как раз парламентских выборов, то есть до конца мая. И другой сценарий, который связан с тем, что официальный выход могут отсрочить на год. Но в этом случае Тереза Мэй на 150% не сможет удержать для себя премьерское кресло. Вывод, который делаем сейчас, ситуация ухудшается, политические интриги усиливаются, давление возрастает, и я надеюсь, что мы сможем на этом неплохо заработать. Фонд остается под давлением, ждем его ниже отметки 1.30, и сделка, которую я хочу предложить, это селстоп с уровнем 1.31.80. На этом, собственно, все большое. Всем спасибо за внимание, всего доброго, до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok